Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Сейчас у нас будет тест с участием трех можно сказать лучших из лучших смартфонов в мире это Samsung Galaxy S8 Plus iPhone 7 Plus и LG G6 Так, ну давайте вот так сделаем, положим для них коробочки и на них положим сами смартфончики на пьедесталы их чтобы было сразу понятно, кто где по коробочке потому что спереди, ребята, они очень похожи вот смотрите, какая маленькая коробочка от LG G6 по сравнению с Galaxy S8 Plus ну, молодцы фирмы LG заботятся о мире меньше картона, меньше дерева вырубают так, давайте сюда, вот так снимаем чехлы, сейчас будет тест по венчам, тест по автономности тест по нагреву давайте их все выключим выключить и перезагрузить перезапуск выключение и здесь тоже самое делаем перезагружаем для правильности частоты теста так включаем iPhone в iPhone, в iPhone, к сожалению, нет кнопки перезапуска ну, то бишь, функции в этой кнопочке нет перезапуска так, ну и что, я не понял так все так, разблокируем Samsung так, включаем везде Wi-Fi так, включаем везде Wi-Fi включаем делаем максимальную яркость экрана систему энергосбережения проверяем везде, отключаем так с доминейшеном шпилят что-то там все, все сброшено фоновые процессы все закрыты заряжены все до 69% ну, будем считать до 70% так будет легче считать так везде делаем максимальную яркость экрана и отключаем автоподстройку так, автоматическую яркость везде отключил везде максимальная яркость экрана на iPhone-шке делаем то же самое и отключаем автоподстройку на iPhone так, 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 так экрана яркость, автоподстройка то бишь, на всех мы в режим самолетик не ставим все специально, чтобы они сильнее расходовали батарейку поняли вы? по середине Samsung Galaxy S8 с левого боку iPhone 7 Plus правого боку LG G6 все заряжены до 69% обратите внимание, ребята 69, 69, 69 обратите внимание, пока в лес не убежал так ну и все, и поскакали, ребят, давайте где тут бенчи? бенчи, бенчи, бенчи бенчи бейзмарк ОС-2 запустим первый тест так, проверим Wi-Fi везде включен? да, Wi-Fi везде включен так, на iPhone еще ни разу не запускался он сейчас после установки run, run, run посмотрим вот смотрите, как сейчас на камеру голубит голубит LG G6 в жизни он не голубит так вот, на камеру голубит а вот то, что желтит экран белый цвет Samsung Galaxy S8 на камеру тоже не передается ну и самый эталонный цвет именно на камеру это на iPhone 7 Plus собственно говоря, честно вам скажу наверное, в жизни у него самый эталонный цвет белого белый здесь самый белый самый правильный здесь может все-таки немножечко как-то серит голубит но немножечко здесь больше желтит белый цвет на Samsung Galaxy S8 Plus а вот здесь эталонный самый правильный но черный цвет естественно самый эталонный на AMOLED матрицах но здесь, ребята в LG G6 черный цвет такой классный черный то, что меня нереально удивило но про экран я потом сниму отдельный обзор все, сами посмотрите на iPhone 7 Plus конечно, экран в плане передачи черного цвета попроще чем на LG G6 потому что там он уже градирует под наклоном цвета черный сереет а на LG такого нет и вот это, конечно плюс LG так, тесты проходят это мои сейчас три любимых смартфона на 2017 год потом посмотрим Mi 6 еще возьму и OnePlus 5 возьму еще ну и в конце года докуплю еще какие смартфоны новый iPhone скорее всего посмотрим, что LG выкатит будет LG V30 посмотрим ну в общем какие смартфоны меня еще интересуют в будущем новый Mi 6 новый OnePlus 5 новый iPhone 8 или 7s будет называться не знаю возможно новый Samsung Galaxy Note и возможно новый LG V30 в общем пять телефонов осталось мне приобрести в этом году и у меня будут все топовые флагманы ну и новый Pixel мне интересен тоже потому что старый Pixel мне как-то не зацепил ребят протестировал я его вдоль и поперек у друзей у всех у кого он был его уже в наличии нет все от него избавились ну ребят ну немножко аскетичен чистый Android надо говорить честно потому что ну мало функционален приходится уставлять всякие виджеты всякие лаунчер на него другие устанавливать где больше функций наподобие Apex Launcher Nova Launcher и прочих где всякие кастомные возможности которых просто нету в чистом Android и это нафиг конечно никакой не плюс а минус ему потому что я допустим не хочу дрочиться устанавливать какие-то примочки которых просто нету в чистом Android а есть зато в LG в его лаунчере есть в этом лаунчере он сейчас не TouchWiz называется а по-другому Grace UX как-то так на Самсунге ну смотрите быстрее всех пришел айфон хотя айфон запустили позже всех ну вот такой вот цирк ну вот так ребята по оверолу всех порвал Самсунг порвал айфона вот это вообще красавчик так ну по системе посмотрите по системе конечно айфон порвал всех 6799 этот 5 этот вообще 3 всего набирает и по вебсерфингу набирает айфон больше всех и по графике лучше всех у него графика выдают а вот зато по скоростной памяти у айфона память абы какая здесь память смотрите какая UFS 2.1 3180 здесь UFS 2.0 обычная 1500 вот так а говорят что разница небольшая между UFS 2.0 и 2.1 да офигенная разница мне повезло в моей версии UFS 2.1 как это проверить смотрите под другими обзорами я уже писал тысячу раз так возвращаемся назад в общем пока 1.0 в пользу Samsung Samsung первое место занял вторые места мы давать не будем ну или дадим в конце посмотрим так давайте теперь сделаем Geekbench Geekbench и потом Antutu вот можете посмотреть характеристики кому интересно так Run 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 то мы запустили с права налево а теперь слева направо немножко высветляет сильно так светит даже в помещении экран Samsung на максимальной яркости на максимальной яркости Samsung на улице все таки ребята поярче чем LG G6 не сильно но процентов на 10-15 но поярче у LG тоже включается дополнительная автояркость но Samsung еще ярче тоже с дополнительной автояркостью а вот сравним он с iPhone или нет потому что на iPhone тоже суперяркий экран под солнцем офигенно ярок ну приблизительно такой же как iPhone 7 Plus немножко LG оба объем уступают даже честно скажу по-моему Samsung еще ярче чем iPhone 7 Plus на улице под солнцем а впереди лето сейчас май месяц 2017 года это вот можно сказать лучшие смартфоны в мире на момент снятия обзора просто обалденные смартфоны ну ребята надо понимать что и цена на них запредельная айфон этот именно на 32 гигабайта есть у меня еще на 256 сейчас любимая моим пользуется ну она мне предлагает поменяться потому что мне как бы памяти больше надо ну не знаю меняться не меняться потому что как-то у меня здесь уже куча игр куча приложений там это все заново закачивает не знаю посмотрим в общем цена вопроса тоже колоссальная 61 тысячу рублей 60 тысяч рублей и 52 тысячи рублей это все три РСТ и вот ребята 100 тысяч раз надо подумать перед тем как купить хотя бы один из них не то что два из них три покупать как у меня а хотя бы один из них перед тем как купить и решить и приобретать подумайте 100 тысяч раз потому что это супер флагманы могут уступать в чем-то даже смартфонам более бюджетным я говорю сейчас про такие смартфоны как Xiaomi Mi 6 Xiaomi Mi 5s Xiaomi Mi 5 LG G5 прошлогодний LG V20 ТОДЖИ OnePlus 3 OnePlus 3T вот эти смартфоны могут в чем-то уступать вышеперечисленным которые я сейчас озвучил но надо понимать что опять же эволюция не стоит на месте ребят она шаг за шагом такая медленная медленная степ-бай-степ технология развития специально чтобы высасывать наши денюжки из нас каждый год каждый месяц сейчас нету такого прям эволюционного скачка какого-то знаете как я же говорю чтобы вау лет на 5 себя опередил смартфон какой-нибудь нет такого нет все все в пределах конкуренции просто вот внешний вид классный LG G6 и у Samsung за счет этой скругленности рамок и опять же смотрите кстати обратите внимание на LG полноценно 18 к 9 проходит тест бенчмарк а здесь нет блин обрезается на Samsung вот такой вот сосунг ребята можно сказать мухлюет потому что он сейчас запускает соотношение сторон 5.7 ну на весь свой экран 5.7 соотношение сторон 18 к 9 а этот сейчас не 18 к 9 а скорее всего 16 к 9 потому что срезал сверху рамку срезал снизу в тестах и в бенчах это нельзя настроить никак ну айфон всех дрюхнул опять конечно по скорости прохождения любых тестов любых игр любых задач айфон 7 плюс убивает вообще все пиксель пиксель там вообще так обосрался по сравнению с айфоном Samsung блин новый тоже проигрывает LG жишка проигрывает тоже по скорости прохождения любых игр любых задач это ерунда конечно но с другой стороны в день ежедневно посчитали короче экономит время примерно 20-30 минут в день экономит айфон 7 7 плюс за счет запуска более скоростного программ за счет отточенной оптимизации но это опять же понятно потому что их всего 2 выходят в год вот вышел айфон 7 7 плюс и все конечно они могут вот так облизать и вылизать весь отточить и заточить что он будет идеально запускать все все приложения в первую очередь разрабатываются под iOS систему потому что же самая ситуация с приставками на приставку оптимизировать игру проще разработчикам нежели под компьютер компьютеров тысячи наименований с тысячами разными железками а приставка ну у нее одно и то же в каждом доме стоит одна и та же приставка вот такая же петрушка потому что тысячу андроидов есть и iOS всего 2 в год ну ребята здесь конечно порвало iPhone всех по Single Core а немножко здесь почитайте 6000 здесь 6600 немножко порвал iPhone Samsung получается счет такой 2-1 добавляем и Samsung этот вообще никого не порвал добавляем второй балл Samsung за Multicore и за Single Core добавляем один балл iPhone все выходим так не забывайте этот тест не только на проходимость а еще и на автономность и еще да это бенчмарк на кто круче кто больше убит баллов 3 теста в одном мы сейчас делаем и давайте ребята Antutu прогоним теперь вы запомнили что сначала было 69 на всех смартфонах так тут он Antutu так раз два три это все мощные смартфоны ребята какой бы вы из них себе не выбрали я думаю он вас будет радовать не разочаровать да какая подлая но опять же ребята я жгу какой бы вы не выбрали хоть он вас не разочарует думаю будет удалить полностью вашим потребностям но опять же надо понимать четко иметь перед собой понятие для чего вообще вы покупаете для каких целей что вам нужно в смартфоне камера хорошая камера хорошая по фото или по видеозаписи или камера хорошая по суперзвуку как в LG G6 или экран экран чтобы вам не утомлял зрение или чтобы был ярким на солнце понимаете производительность какая будет или какая будет автономность или как будут играть надо это все прекрасно понимать как будет работать GPS тест где будут быстрее находить спутники понимаете вот это все очень важно определиться перед выбором любого смартфона просто надо важно изначально определиться где твое место и что-то за птица так снизу iPhone 7 Plus посерединке Samsung Galaxy S8 Plus и сверху LG G6 малый шок по сравнению с этими хотя у него экран 5,7 дюймов а здесь 5,5 дюймов здесь 6,2 дюйма но обратите внимание все кроме iPhone этот тест проходят соотношение ну как бы и iPhone проходит соотношение сторон 16 к 9 то бишь 18 к 9 нифига не пашет ну смотрите сейчас LG G6 прям летит не знаю на iPhone сейчас что-то подлагивало в концовке посмотрим здесь оконцовку на этих двух так сильно прям так светит конечно экран Samsung а то что он прям аж пересвечивает камеру надо было экспозицию на камере подстроить перед видеозаписью вот видите чем плоха камера то что здесь блин можно подстраивать на LG G6 экспозицию во время видеозаписи здесь на этих двух нельзя здесь можно это конечно вообще просто вещь вещь вот реклама компотик енотик типа реклама там у меня на самом деле в бутылочке минералка уже налита так ну опять мы видим что iPhone отрывается 62% прохождения тестов Samsung 57 LG в роли догоняющего 55 55 давайте ребята как сделаем давайте поставлю на паузу чтобы не смотреть пока сейчас уже визуально ничего не будет и когда они будут к концу проходить я включу опять камеру дабы не тратить ваше время драгоценное все ставлю на паузу ну так ребята что мы видим iPhone опять порвал всех по скорости прохождения теста вообще просто вынес просто LG Samsung на раз ну посмотрим сколько наберет для iPhone это не максимальное количество баллов он убивал у меня и по 180 тысяч ну посмотрим посмотрим я думаю больше всех на Samsung наберет ладно сейчас ставлю на паузу ну ребята с опозданием пришел LG 6 вообще конечно iPhone всех опередил смотрите вот такой результат 150 тысяч вот на камеру почему-то синит очень экран LG 6 в жизни такого нет а зато желтизну бы на моледа не видно как он желтит кажется что отлично белые цвета на камеру ну ладно бог с ним короче LG опять проиграл 173 тысячи iPhone 7 плюс Samsung Galaxy S8 175 вообще тютелька в тютельку можно по баллу обоим дать но мы это делать мы будем мы сейчас делаем перетест всех троих смартфонов ребята вот что мы сейчас делаем так вот на iPhone непонятно как а вот тут тест again test again test again тест тестировать 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 сейчас прогоним заново опять всех посмотрим как будет троттлинг процессор будет нагреваться будут частоты понижаться и будут баллов меньше убиваться сейчас ребята уже времени на все не хватит я сейчас ставлю на паузу и запущу в самом конце кстати пока не забыл сказать счет то у нас 2-1 был в пользу Samsung один раз выиграл iPhone по сингл корр и по мультикор выиграл Samsung в Geekbench 4 а до этого в Base Mark Os 2 полностью победил Samsung по оверолу ну это общий показатель все подсчитывают все ребята ставлю на паузу в конце запущу и посмотрим кто опять же как прошел кто из них уронит баллы 173 тысячи 175 тысяч было и 150 тысяч было в LG G6 и потом пощупаем кто нагрелся сильно и посмотрим кто уронил сильнее батарейку за 20 минут теста видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi все дорогие друзья ставлю на паузу пока так ребят ну смотрите опять сильно отстают от айфона все смартфоны и LG G6 и Samsung S8 по проходимости ой ну сильно отстают уже 85 на Samsung 70 все таки наверное троттлинг будет на Samsung что-то Samsung уже видите даже LG начал обгонять Samsung прикиньте ребята я вообще в шоке как такое может быть цирк конечно да и только до этого Samsung обогнал очень сильный LG ну вот посмотрим возможно будет троттлинг процессора у Samsung и у Exynos охваленного 8995 Exynos 8995 процессор называется видеокарта здесь Mali G71 MP20 20 ядерная ребята это вообще это вообще так not now не сейчас ставим 167 тысяч набрал троттлинг блин минимальный минимальный ребята кто там чесал какие балаболы копеечные что со второго блин теста прогона Antutu падает на 20 на 30 процентов да ну нифига не падает получается упал там на 3 процента всего такие балаболы конечно есть так ребята сейчас ставлю на паузу смотрим потом кто придет первым ну так ребята кстати обратите внимание не протротлился нифига вообще там на пол тысячи ну или на тысячу баллов Samsung Galaxy S8 победил однозначно получается 3-1 в пользу Samsung один раз выиграл этот троттлинг здесь есть тоже небольшой но больше всех упал LG G6 на 10 тысяч баллов этот упал получается на 6 тысяч баллов этот упал на 1000 баллов после второго прогона ну LG G6 что-то конечно подрасстраивает в бенчах ну у него другие плюсы ну ребятки теперь давайте помацаем их посмотрим кто как нагрелся так выключаем LG LG G6 вообще практически не нагрелся уж извините он запачивается заматывается вообще в хлам за непотребный его вид извиняюсь ну такой вот LG ребята такой же Samsung так LG вообще не нагрелся практически еле-еле Samsung Samsung также еле теплый также еле теплый так теперь смотрим iPhone iPhone тоже еле теплый в общем они все не нагрелись совершенно ну там еле-еле теплый а теперь давайте проверим автономность ребят очень интересно кто же сильнее из них разрядил батарейку очень мне интересно так мы помним что была включена максимальная яркость экрана на всех трех смартфонах и также мы помним что что мы помним что-то я уже забыл что-то сказать думаю там о своем ладно так максимальная яркость экрана была включена на всех а и также мы помним что на 69 были они заряжены iPhone бабахнул батарейку на 14% 69 до 55 Samsung всего на 10% так LG не помещается в кадр LG бабахнул батарейку на 13% Samsung порвал всех по производительности ребята и по автономности по нагреву все одинаково можно сказать нейтрально 56% на 13% упал 69 55 на 14% упал iPhone и всего на 10% упал Samsung Galaxy S8 Plus за минуту ну там под 30 минут я же на паузу стоял два раза примерно за 30 минут видео скажем так может меньше немножко упал Samsung Galaxy S8 меньше всех автономности короче у него лучше всех получается вот такие вот выводы ребята автономность лучше всех из этих трех из LG 6 из Samsung Galaxy S8 Plus и iPhone 7 Plus по автономности выиграл Samsung Galaxy S8 Plus и по производительности выиграл Samsung Galaxy S8 Plus двойной double trouble двойной король такой в общем такой King Ring получился реально порвал всех вообще молодцы Samsung вот так вам респектую молодцы Samsung все ребят до новых встреч всем всего хорошего присылайте еще свои идеи какие там crazy SEO тесты сделать что там провести как в общем посмотрим потестируем их долю поперек потому что это самые желанные самые лучшие смартфоны в мире все до новых встреч пока пока всем всего хорошего добра и позитива трун трун чух с uru separately до новых встреч Продолжение следует...